Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают с выступлением наших певцов, которые обладают талантом, обладают каким-то творческим талантом, это поэты. В этот раз очень знаменательным для нас то, что мы с вами встречаем здесь, в своих стенах на Волгоградской земле, встречаем по благословению святей Шпатриарх Кирилла выставку форум «Радость слова». Это событие тоже прошло уже много епархий. Событие, которое создано издательским советом Московской Патриархии, событие, которое показывает новинки литературы художественной, богослужебной, вообще всевозможной литературы, но самое главное – это качественная литература, которая проходит и ценз, которая проходит отбор. И для нас очень важно, что в нашем городе мы можем проконсультироваться с теми людьми, которые трудятся в этом издательском совете, которые могут что-то подсказать, могут вопросы какие-то свои обсудить, задать им. Потому что, что греха таить, порой в церковных лавках, которые есть у нас в храмах, те бабушки, помощницы, которые помогают в лавках, они не совсем могут объективно сказать о той или иной литературе, которая есть. Самому священнику не всегда есть время, чтобы подобрать литературу на складе. Но разбираться в этом необходимо. Поэтому в связи с этим событием приезжают не только сотрудники издательского совета и книги, но, что немаловажно, писатели. Мы уже встречали писателя Виктора Николаевича Николаева, который написал такие замечательные произведения, как «Живые в помощи», как «Из рода в род». Теперь у нас на нашей земле мы встречаем протерея Николая Гафонова, который тоже много литературы написал, художественной. Как мы помним, он был клириком и нашей епархии в свое время, поэтому интересно будет и священству с ним встретиться, и мирянам, и прихожанам, которые у него были. Он лауреат Патриаршей премии, и, конечно же, это большая заслуга, большой опыт, который он имеет. Мы надеемся, что он в течение тех дней, которые он будет пробовать по программе, он передаст здесь и тем, которые придут пообщаться с ним. Ну, может быть, слышали, да, после открытия несколько слов было сказано для тех, которые в ожидании стоят поклонения. Вот хотелось бы, чтобы приходящие сюда, те люди, которые приходят сюда, не обязательно приходили в храмы. Но если мы так задумаемся хоть немного, да, у нас сейчас очень много есть такой критики о том, что вот храмы стали как-то пустить, может быть, и не очень много туда, ну, давайте задумаемся, у нас в Волгограде там больше 90 храмов приходов. Вот если собрать примерно количество людей, которые ходят на всеночное мнение, на воскресенье, на божественную натургию, ведь получится не так мало. Это действительно получится очень много людей, и храмов открывается все больше, да, то есть в каждом уголке, в районе, да, где-то там в поселке открывается свой храм, свой приход. Вот, и, конечно же, очень важно, что сюда приходя, они могут общаться между собой, да, они могут подружиться. Сейчас возрождается такое очень хорошее дело, когда на престольный праздник приход приезжает к приходу. Не батюшек один к священному, батюшке к другому, а целыми приходами приезжают для того, чтобы помолиться вместе, да, порадоваться престольному празднику. И вот здесь, может быть, и есть, вот когда люди передают между собой вот эти вот какие-то новые опыты, да, но важно и другое, важно понимать, если у людей есть такой живой интерес, как вы отметили при таком большом скоплении людей, то значит дело полезное. То есть люди чувствуют, сейчас людей не обманешь о том, полезно тебе это или не полезно. И дело ведь не только в святынях, дело ведь не только вот в тех приезжих, которые сюда приехали, в монастыри, там, подать записку или что-то, дело действительно в каком-то общении, общении между собой, вот это опыт какой-то, да, вот сейчас идет Великий пост. И вот это все переходит, может быть, в то, что человек, видя вот эту особую атмосферу, станет сопричастен к ней до конца. Это очень важно. Если человек уже приходил сюда, то пожелание, наверное, чтобы он встретился с теми, ведь вот такая существует преемственность некая, да, то есть приходят и говорят, а вот в этом году приехал там тот или иной монастырь, тот или иной храм, вот, это тоже ведь замечательно. А вот, а дело в том, что когда мы совсем не бывали на выставке, мы просто слышали о ней, мы не сможем, ну, такое свое мнение личное создать об этой выставке, поэтому придите, просто посмотрите, походите, да, приведите сюда своих родных, может быть, не выцерковленных родных. Они с большей легкостью придут сюда, нежели в храм Божий вначале, но затем, поверьте, уже много опытов есть положительных, когда люди с радостью выцерковленные говорили о том, что наши дети стали ходить в церковь. Когда пришли сюда, увидели, что здесь не так и страшно, да, священник не так страшен, да, он не хмурит брови, да, он может тоже улыбнуться, он может, к нему можно подойти. Ведь очень важно, что вот настолько священник на приходе сейчас занят, что священника трудно поймать для того, чтобы он просто там несколько минут уделил невыцерковленному человеку, не на огласительных беседах, не на требе, куда его вызвали, а просто вот после богослужения. Священник куда-то все время спешит. Вот здесь уникальная возможность встретить, в том числе, и своего священника. Здесь ведь много священников, мы видим, которые приходят так же. Может быть, что-то посмотреть, может быть, что-то увидеть или просто увидеть, что здесь вот действительно много людей, и с ними можно пообщаться. Слава тебе, Боже, наш слава тебе, Слава тебе, царю небесны, утешителю души сильных, И жизнь весы, и все исполняй, и сокровища твои, И жизнь неподнателю преди все весы, И очень сильные, и всякие скверны, И спаси благо же души наши. Боже! Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Бог! Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Наша подушка освещена на нашем камушке. Кто болит, то мы прикладываем. И спать будем хорошо, у кого бессонница. А потом вечно на нашей подушке спать уже спокойно. Да, я вот, например, в нас тут жила прятную, а вот три раза прочистилась на первой минуте, и все легче стало, и Бог ушла. В рамках ярмарки православной, проводимой в Волгограде, царицы православной, проходит выставка книг «Радость слова». Это патриаршная программа. Разные города посещает «Радость слова». Вот в прошлом году мы объехали почти всю Россию, начиная с Дальнего Востока, заканчивая и Кавказом, и Европейской части России. В этом году у «Радости слова» посещение Волгограда. То есть это программа посещения, когда приводится лучшие издания книг православных издательств, которые имеют гриф допуска к распространению издательства «Московской патриархии». И, собственно, издательство «Московской патриархии» во главе с владыкой митрополитом Климентом Калужским и Боровским занимается. В рамках этой программы меня приглашают как писателя и как лауреата «Патриаршной литературной премии» для встреч с читателями, где я рассказываю о своем творчестве, подписываю книги читателям, которые берут. Здесь представлен широкий набор книг моих на выставке. Новинка из этих книг – это «Повесть стояния». Это о чуде, произошедшем в 1956 году в городе Куйбышев, ныне Самара, «Где девушка танцевала с иконой и застыла, каменела». Самар все это хорошо знают, да и по всей России. И телевизионный программ «Часбайт», и фильм художественный, спектакль. Но я написал «Повесть», которая здесь также представлена, «Стояние», выпущена в Москве. Также мои исторические романы здесь представлены. Это Иоанн Дамаскин о великом поэте, писателе 8 века. А также роман «Жены Мироноси», о женщинах, которые были ученицами Христа следовательно. Кроме того, конечно, сборник моих рассказов «Отшельник по неволею», куда входит вся моя малая проза, которая, кстати, начиналась писаться здесь, в Волгограде. Потому что как писатель я стоялся в Волгограде. Много лет здесь служил. И в 80-е годы, и затем позже в 90-е годы, начале 2000-го. Здесь, кстати, в Волгограде, не знаю, сейчас ли есть, но в те годы, в 2000-м, здесь выходил замечательный литературный журнал «Отчий край». Так вот, именно в Волгограде была первая публикация моих рассказов в 2002 году. «Отчий номер» были опубликованы первым рассказом. То есть, как писатель я, можно сказать, издаваемый родился здесь, в Волгограде. Волгоград для меня не безразличный город и посещение. Я знаю, что здесь многие знают меня как писатель и как священник, который служил. И вы, наверное, слышали о плавучих храмах, которые здесь ходили. Но вот Господь судил меня построить их в конце 90-х годов. В миссионерском плавучих храмах, сетитель Иннокентий, сетитель Николай. Вот тогда-то началась моя писательская жизнь здесь, в Волгограде. Для меня главной составляющей любой из таких православных ярмок является книжные отделы. Здесь, слава Богу, несколько московских заяц представлено. И там хороший выбор книг, кроме выставки «Радость слова». То есть, для меня это главное. Ну, все, что здесь, конечно, есть возможность, может быть, приобрести. Все одно – это дело людей. Но мне больше польза этих ярмарок является в том, что книги привозят, которые, может быть, нет в городе, и есть возможность людям почитать. Для меня это главное, чтобы из этой массы народа каждый человек ушел с книгой. Да, я скажу по этому поводу, что здесь немножко расскажусь с мнением митрополита Климента. И считаю, что книга электронная имеет право быть. И у нас, кстати, под эгидой издательского отдела Владыки Климент, я это высказывал все на состоявшей у нас конференции по этому поводу в Москве, выступил. И Владыка Климент, в принципе, согласился. Лишь бы читал молодежь. Пусть он читает в электронном виде, пусть слушает аудиокниги. В любом формате. Поэтому я понимаю, может, кому-то нравится иметь бумажный вариант. Даже понюхать типографскую краску, подержать, что-то вернуться, перечитать. А кому-то в электронном удобно, айфоны или какие-то, которые можно с собой легко возить, закачать почти всю библиотеку. Для меня лишь бы человек читал. Мне безразлично, в электронном или бумажном виде. Конечно, как писатель мы теряем гонорары из-за того, что следственно возмутиться. Но мы же должны быть выше собственных меркательных интересов. Поэтому главное, чтобы люди читали, особенно молодежь. Нравится в электронном виде, пусть в электронном виде читает. Кстати, мои книги тоже в электронном, выложены уже в интернете. Находят, читают. Я рад. В каждом городе есть, в каждом у вас свое экспо Волгоград. В Самаре тоже экспо Волга есть специально высоченные павильоны. Там даже специализированные они есть. В каждом городе, да. Это по всей России. Благословен гряды во имя Господне. Богу Родице прилежно ныне притецем, грешни и смирений преподем. Покаяние завучи из глубины души, владычица помолен он и милосердовавших. Почище погибаем от того, что при решении не отвратит твои рабыщие. Я обыдену надежду имамы. Слава от Своей Сыну и Святому Духу и ныне и присно его веки веков. Аминь. Не умолчи никогда, Богородица. Сеяла твои глаголы те недосконии. Слава тебе, Боже, наш слава тебе. Слава тебе, Боже, наш слава тебе. Иисусе сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Святый великому учениче целителю Пантелеима, не моли Бога у нас. Святая блаженная Мать и Матрона, моли Бога у нас. Святая блаженная Старица Матрона, моли Бога у нас. Все святые молите Бога у нас. Слава тебе, Сыну и Святому Духу и ныне и присно его веки веков. Конечно, мы привезли нашу монастырскую мазь, которая, конечно, пользуется большим спросом, популярностью. Помимо этого, свою полиграфическую продукцию, книги, конечно, о монастыре, литературу, брошюры, буклеты. Рукоделие сестер, то, что мы делаем своими руками, конечно, тоже это пользуется спросом. То, что освящено на камушке чудотворном в пещерах нашего монастыря. Помимо этого, у нас есть еще монастырская аптека, травы, настойки, которые тоже уже себя зарекомендовали, проявили. Многие люди чувствуют облегчение в своих мучениях, болезнях, страданиях. Слава Богу! Нам достоверно известно, что этот камень принадлежал Матушке Гумне Арсении. Но пока она была жива, а об этой святыне никто не знал. Только после ее смерти этот камень был помещен в уже вырытые ею пещеры. По преданию монастырскому, то есть нет каких-то таких документов это подтверждающих, на камушке было явление Божией Матери. И след на камне, который мы видим, ходим к этому камушку, прикладываемся, стараемся, правило у нас читается Богородичное в пещерах. Это, конечно, необыкновенное место, святое. Но необъяснимо с человеческой точки зрения. Такое чудо православное. Травы, которые растут в нашем регионе, в экологически чистых районах, ими, изготовлением этих трав, сборов, настойки занимаются специалисты, которые все время постоянно проводят апробацию и подтверждение, и исследование своих лекарственных препаратов таких травяных. Конечно, это очень, есть в некоторых случаях очень эффективно это все. Конечно, не отменяет это, может быть, каких-то постоянных лекарств, которые люди принимают, но помогают сгладить какие-то отрицательные эффекты, например. А в некоторых случаях и полностью заменить лекарство. Чем хорошо чудо? Тем, что оно есть. Потому что помимо обычных ингредиентов, которым указываем на этикетке, то мы кладем еще святыню сюда. И происходят разные исцеления, в том числе и, ну скажем так, приобретенные в духовной жизни. Потому что наши болезни, которые мы несем, которых мы страдаем, они как зеркало нашей духовной жизни, по большей части получается так. Или это разрешается какой-то грех, или предупреждает Господь какие-то наши грехи, или наоборот удерживает от чего-то. А мазь это как целебное такое снадобье, чтобы нам прославить Бога. Еще раз. Много случаев исцеления, конечно, было. Сегодня буквально приходила женщина и со слезами рассказала, что у нее онкология по-женски прошла после использования нашей мази. Вы знаете, вообще сейчас у людей настоящая духовная жажда пробуждается. Потому что мир не дает насытиться душе. И здесь многие просто отдыхают. Даже если у них средства не позволяют там все купить. Они просто пройдя по выставке, приложившись к иконам, посмотрев в эти лица радостные, счастливые, благодатные, уже им легче, уже хочется еще и еще раз прийти сюда. А кто-то вот приглашает еще родных, знакомых. Мир, как говорится, слухами полнится о том, что выставка, что много интересного. И помолиться тоже сюда приходят. И заказать молитву. Потому что посетить столько, допустим, обители, столько храмов не у каждого. Бывает возможность материальная. А здесь вот раз в полгода там или сколько, человек словно везде может и заказать, и записочки подать, и салтирь, тоже литургию в разных местах заказать. Из живых усопших сродников. Конечно, это очень удобно. Спасибо Господи организаторов за такую помощь духовную миру. Главное не смущаться и не думать, что это не для вас. Просто прийти, попробовать, посмотреть, окунуться в это. Душа, она почувствовать, что здесь именно что-то родное. Конечно, есть своя человеческая суета, какие-то факторы такие бывают. Ну, как в магазине, допустим, да. Но присутствие Божие это чувствуется тоже все равно. Сколько святыни, сколько икон, сколько мощей привозят сюда. И все равно атмосфера, сколько народу, послушайте, и тишина. Ну, журчит тихонечко ручье, каждый говорит потихонечку. Ну, стараться благочистить такое вот. Благочиния сохранить. Это все-таки чувствуется, да. Это все-таки чувствуется, да. Стараться, да. Благочиня – Душа. Благочиня – Душа. Благочиня – Душа. Наша цель — это нести книгу в люди. Тематика совершенно разная, от богослужебной литературы, Нового Завета, Библии, Евангелия, до молитвослова есть книги для молитвенного чтения дома, как дома, так как в храме, книги на православной психологии, различных православных психологов, книги на исторические темы, книги о святых, о монахах. У нас имеет место быть отдельная тема, посвященная тысячелетию присутствия России на Афоне, стенд, посвященный Афону. На этом стенде присутствуют книги, посвященные Афону. Там можно найти книги, фотоальбомы, книги, также посвященные исторической тематике, посвященной русским на Афоне. Также есть книги по православной психологии, по воспитанию, большой выбор детской литературы. Есть труды святых отцов, есть труды собрания сочинений Игдати Бричинина, Феофана Затворника, есть труды святого праведного Иоанна Кронштадтского. На этой выставке каждый человек может найти что-то для себя. За пять лет мы объездили почти всю страну, от центральных районов до Дальнего Востока. Были выставки и в Узбекистане, и несколько выставок было в Германии. Те выставки, которые мы представляем в России, их посещают люди разного социального служения. Это и священники, это и монахи, это и простые миряне, люди разных возрастов, люди приходят с семьями, люди приходят с детьми, и люди, ну, приходят священники, приходят, и люди находят для себя, никто не уходит без книги. Все, так или иначе, что-нибудь да покупают. В огороде мы впервые находимся. В том году были выставки в Астрахани, Казани, Благовещенск, Барнаул, Хабаровск. Бывают выставки и в Москве проходят, бывают выставки и в Санкт-Петербурге. И вот мы, наконец, приехали по благословению священноначалия. Есть эти же патриархы и митрополиты Калужского-Боровского Клемента и митрополиты Германа. На Волгоградскую землю на этой выставке будут проходить не только книжные торговли, но и встречи с различными авторами. Например, таким, как портреи Николая Гафонов, здесь представлены его книги. Встречи с писателем Виктором Николаевым, которые являются лауреатами Патриаршей премии Кириллом Мефодии. Я уже больше десятка раз, наверное, участвовал в таких выставках. Очень радует, что они проходят два раза в год, то есть и перед Пасхой, и потом уже осенью. И с каждым разом я замечаю, как все больше и больше людей сюда приходит. То есть очень, конечно, хорошая идет молва об этой выставке, то, что везде раздаются и билеты на нее, и в газетах тоже пишут. То есть достаточно такая большая реклама проведена. И если люди сначала приходят сюда, может быть, за какими-то товарами, может быть, купить мед освященный, грибы, то в дальнейшем уже как-то народ все больше тянется к духовной пище. Потому что смотришь, когда постоянно к святыням, привозимым из других епархий или из рубежа, вытягивается такая очередь. То есть вот только недавно открыта выставка, да, вот каждый день с утра до вечера, то есть люди стоят там по 20, по 30 минут для того, чтобы помолиться перед какой-либо святыней. Ну, конечно, радует, что сейчас издательский совет Русской православной церкви принимает очень активное участие. Конечно, и раньше тоже было много православных издательств, но сейчас вот как отдельный проект «Рады слова», вот специальный митрополит Клименджи приезжал сюда, да, и это тоже понравилось, то, что представлены самые разные виды литературы. Я, например, с удовольствием посмотрел о Великой Отечественной войне, там, да, книгу и участие в ней церкви. Ну, то есть люди также интересуются такими практическими советами, как готовиться к посту, там, например, как поститься, да. И, конечно, все больше и больше волгоградских тоже приходов, и не только волгоградских, но и обителей из всей волгоградской митрополии, не только из волгоградской епархии, но также из Урюпинской и Калачевской тоже епархии. То есть многие монастыри сюда привозят свои поделки какие-то, свои труды, и тоже как бы православная ярмарка расширяется и привлекает все больше и больше людей. Ну, это, конечно, тоже радует. Я думаю, что многие там верующие после службы в храме тоже сюда приходят, да, и как раз понимают, что у каждого человека есть о чем просить Господа, да, или помощи своим близким, да, здоровья им, да, ну, или вечной памяти умершим, например. То есть у каждого человека есть в душе желание помолиться, да, и, конечно, это не может не радовать. Нет, конечно, нужны, я считаю, да. То есть я же говорю, что для некоторых людей это может быть первый путь как бы в церковь, да, то есть если человек сначала, ну, просто там заинтересуется, там кто-то книгой там почитает, например, если увлекается там чтением, там, да, кто-то там может быть помолится там перед какой-то иконой известной, там, чудо-отворной, там, да, и, например, там Господь сможет ему помощь оказать. То есть, ну, то есть, конечно, для каждого, я думаю, найдется что-то свое, да. Нет, конечно, выставки такие нужны. Ну, ты считаешь, что при них очень много должно развиваться миссия, миссионерских различных проектов, там, публицистических, там, издательских. Мы же привлекались к сотрудничеству с выставкой и музеи нашей области, там, и архивы, где представляли материалы по репрессированным священнослужителям. И также я смотрю, очень большую популярность получил проект «Поговори со священником». То есть, все время священника, вот, у нашего монаха, свято-духого монастыря, вот, ждут люди, то есть, поговорить, задать какой-то вопрос. Если, может быть, в храме они стесняются, там, это спросить, то сюда приходят так свободно. То есть, ну, чем больше проектов таких возле выставки, тем лучше, я думаю. «Яркая лампочка». «А?» «Яркая лампочка». «Да, все это диоды». «А, ну, не имеете вовремя». «Да, это схейти». «Мама Габрия звали, в произведении Армата». Межцерковных связей, соответственно, что мы держать эту древнюю нить между русской православной церковью и грузинской православной церковью. Несмотря на все политические моменты, мы пытаемся склеить, замазать и опять восстановить добрососедские и христианские отношения. Очень много паломников прибавляется с каждым годом, что очень радостно. Именно с Россией и с постсоветского пространства в Грузию по святым местам приезжает народ. Мы привезли, конечно же, свою знаменитую перегородчатую горячую эмаль, которую у нас делают братья в монастыре. Все это производится вручную. Техника VI века была утрачена и по благословению святейшего патриарха грузинского Ильи была восстановлена. И вот братья в монастыре, значит, ювелиры делают. Основа это серебро, перегородки из проволоки, из чистого белого золота и заливается эмаль слоями до семи слоев печки 900 градусов. На некоторые изделия, потому что это серьезные вещи, может уходить даже до месяца работы по времени. Также у нас есть национальные хефсурские шапочки, вышитые крестом. Это национальная вещь, она символизирует принадлежность человека к какой-то религии. А раз крестом, соответственно, и христианин. Эти шапочки можно носить всем, они бесполые. женщинам, мужчинам, батюшкам, матушкам, всем. Жилеточки национальные у нас с орнаментом тоже древним, грузинским. Надеемся еще приехать в ваш прекрасный город. Знаем про его богатую историю. Это знаменитый город. Здесь, по большому счету, остановили фашизм. Нам очень приятно здесь находиться. Выставки православные нужны, поскольку, когда человек приходит в храм, ему многое не знакомо. В храме обстановка, соответственно, молитвенная. Там не до разговоров. Вообще храм не любит разговоры. В общем-то, все помолились, поисповедились, причастились и разошлись. Батюшка упропывать. Болтать в храме как бы не принято. На выставке можно прийти и пообщаться в спокойной обстановке. Сколько хочешь времени с батюшками, с монашествующими людьми. С людьми, которые работают в церкви. Задать вопросы, получить соответствующие ответы. Можно просто побывать в такой спокойной атмосфере, которая ни к чему не обязывает. Сюда можно зайти в любой человек, в любую конфессию. Или вообще человек, который никакой конфессии не принадлежит. А здесь, может быть, почувствует ту самую благодать, которая обитает на православных. И, может, это сподвигнет этого человека прийти и сделать правильный шаг в пути к вере. Пожелания такие, чтобы у них не было ощущения, что это непонятно что, кто там приехал. Здесь все настроены позитивно. Все люди здесь верующие. И, насколько могут, несут доброту и веру. И я не думаю, что человек, который сюда пришел первый раз, и он получит негатив. Наоборот, он выйдет и скажет, почему же я все эти годы сюда не ходил. Конечно же, эти выставки нужны по причине миссионерства, в первую очередь. По причине, чтобы люди общались. И это шаг церкви определенный в сторону людей поближе. Мы же не как сектанты, мы не бегаем по улицам и говорим, веруйте в Бога. Церковь православная, она никому себе не навязывает. Но здесь человек попал, он сам уже решит, надо ему это или не надо. Конечно, выставки нужны. Единственное, что не хотелось бы, чтобы эти выставки превращались в рынок. А так, конечно, все пока прекрасно. В следующем нашу приезду можно заказать, и человек будет под молитвенным покровом находиться. Приехали с Москвы. До Москвы у нас был Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Мы ездим по всей России. Но я очень люблю Волгоград. Здесь люди очень воцерковленные. Рукоделие мы всегда привозим. Именно сделаны монахами на горе Афон. То есть четки на 100 узлов, на 50, на 30. Есть также слезки Богородицы. Мира с 9 чудотворных икон. Это все отцы передают с Афона. И еще самое чудное, что при Пантократере там отец Тимофей изготавливает по благословлению старца иконы. Иконы изготавливаются вручную. Там идет сусальное золото. Это ручная работа. Начиная с того, как вот это дерево с молитвой. То есть понимаете, что они идут с большой благодатью. И естественно с помощью. То есть мы, когда приезжаем на выставку, стараемся все равно. И братья, когда ездят на Афон. Я, конечно, не езжу. Я только езжу по выставкам. А братья наши, когда ездят на Афон, они стараются и в Пантократере, и в монастыре Водопед все прикладывать к святыням. То есть все вот эти рукоделия, что привозятся сюда. И кавбаскини в данный момент их очень много. Слезки Богородицы, иконы, они все прикладываются к святыням Водопеда и Пантократера. И образ также иконы Герантисы мы возим с собой. Которая вот на аналое. Матерь Божия вообще очень люблю. Это чудный образ, который находится в Пантократере. Первый образ был в алтаре, когда Матерь Божия чудо свое первое показала. Когда старцу монаху был в благочестивой жизни, он отходил к Господу, знал день, когда он отойдет. Попросил служащего ромонаху ускорить службу, чтобы он причастился. Служащий ромонах про себя дерзнул, буду тебя слушаться. И тут грозный голос иконы. Тебе что сказал старец? И он понял, что вмешалась Матерь Божия. После этого этот образ был вынесен с алтаря. Сейчас он находится по левому пределу в монастыре Пантократера. Очень многие мужчины, кто ездят на Афон, видят этот образ, любят туда, именно в Пантократере бывать. Ну и наши братья, естественно, вообще Матерь Божия нас никогда не оставляет, помогает. Мы чувствуем ее молитвы, естественно, наших отцов, монахов, которые на Афоне молятся за нас. И их молитвами, и их благословением мы ездим по всей России. Наша миссия, вообще наши отцы говорят, мы больше идем как миссионеры. Мы говорим, мы рассказываем, мы с радостью все говорим. Особенно то, что вы сказали про молодежь. На самом деле очень радостно, что люди воцерковляются. И иногда как бы удивляешься, а потом понимаешь, слава Богу, Господь ведет каждого своими путями. То есть кто-то очень быстро идет, кто-то как Господь ведет. За все, слава Богу. Ну, наша главная миссия – это миссионерство. Это чтобы больше людей. И наши отцы афонские говорят, что только молитва и только помощь Божия, и то, что мы будем укрепляться в молитве, нам будет помогать Господь, и нас никогда не оставит. Мои искренние пожелания, чтобы все-таки люди эту выставку посетили, и частичку православия в себе. Ведь у каждого христианина в душе все равно как Господь есть. Просто каждый к Богу идет по-разному. Чтобы все-таки стопы, дорожка привела на православие, и где-то что-то узнать информацию. Ведь много к нам людей подходят, даже, знаете, вот говорят, ну что-то еще расскажите, ну что-то еще расскажите про афон. Ну, мы искренне, с радостью рассказываем. Поэтому, ну, и молитвы особенно тоже люди, когда заказывают, чувствуют и благодарят. За все, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, самое главное, это мы привезли нашу иконочку, список с чудотворным. И мы принимаем молебен этой иконочке «Неупиваемая чаша». Он у нас служится практически ежедневно. Вот, собственно, чем мы отличаемся от других храмов, приходов. Что у нас такое благословение, мы его служим ежедневно. Практически. Конечно, он не будет служиться по уставу первую и последнюю седмицу Великого Поста, а в остальное время мы его служим. Также мы славимся, вот наш храм славится, иконописными мастерскими. Мы привезли рукописные иконочки. Также мы привезли вот такие крупные иконы Санкт-Петербургского производства. У нас есть ювелирные изделия Нилово-Слабенской пустыни. Мастерская находится при монастыре Нилово-Слабенской пустынь. Очень интересные авторские работы. И горячая эмаль деревцова, мастера нашего Тверского. Да, это очень радует, что действительно молодые люди приходят. Некоторые сами даже умудряются за себя. Не только их мамы и бабушки, жены заказывают неупиваемые чаши. Но и сами молодые люди, и девушки, и юноши. Я думаю, что это как бы существеннее, когда человек придет и сам за себя закажет. Ну вот вы знаете, сейчас вот это же алкоголизм, всеобщая проблема, правильно? И вот обратиться к Богу, чтобы священник послужил за вас молебен, поддержал вас в борьбе с этим недугом. Потому что никто не хочет правильно пить, но справиться с этим не может. И вот служа молебен, священник помогает человеку справиться с этим недугом. Субтитры делал DimaTorzok Так что лечите свою хроническую ранку. Спасибо большое. Вы знаете, вы не будете в зиму, вы начните прям все это литвы и нам машут. И не будете вы... Мне помогает в первый раз. Полинка? Нет, все, чтобы не попали. А, стоматик задних, так. Стоматик задних, да, один раз. Он мне вообще не бывает, но один раз в зиму. Спасибо большое. Спасибо большое. Эта выставка проводится уже в 12 раз в нашем городе, Волгограде. По традиции здесь участвуют храмы, монастыри и приходы как из Волгоградской епархии, конечно же, со всех уголков регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Это из Белоруссии и из Греции. И здесь вот монастыри и храмы на выставке представляют все, чем они уникальны, интересны и богаты. Ну, это то, что касается, то, что происходит на каждой нашей выставке. Отличительные особенности выставки царительно-православной в этом году заключаются прежде всего в том, что совместно с этой выставкой по благословению святейшего патриарха Московской всей Руси, Метополит Кирилла, здесь открылась экспозиция выставки форума «Радость слова». Это просветительский проект издательского центра Русской Православной Церкви. И здесь посетители, жители города Волгограда, гости могут ознакомиться и приобрести православную и другую религиозную литературу. Также в рамках этой выставки форума «Радость слова» проходит очень интересная культурно-просветительская, духовно-просветительская программа. Это встреча с православными писателями, встреча с организатором фото-выставки «Береста» посвящения князю Владимиру, экспозиция которой также здесь развернута на этой выставке. И еще очень важное, очень значимое событие, можно сказать, даже центральное событие в этом году, духовное событие выставки нашей, заключается в том, что здесь в понедельник, 28-го числа, на выставку будут принесены ковчег с частичкой святого великомущеника-целинителя Пантелеймона. Это очень почитаемая православная святыня. И все жители города Волгограда целых 7 дней в течение работы выставки могут прийти, поприсутствовать при молебнах, которые будут дважды в день служиться рядом с этим ковчегом и также приложиться к этой святыне. Это вот то, что касается самой выставки, которая проходит сейчас в городе Волгограде. Еще в этом году очень важная и интересная отличительная особенность в том, что помимо самого города Волгограда, в преддверии этой выставки православная выставка прошла и в городе Камышин. Это один из крупных районных центров в области, которые находятся. И вот в этом году жители Камышина и Камышинского района также смогли в течение 5 дней посещать эту выставку, ознакомиться с экспозицией. И также там уже, ну правда один день, всего лишь, ну даже не один день, 6 часов, также были принесены ковчег с частичкой мощи Пантелеймона. Очень большая очередь выстроилась из желающих поклониться этим мощам. Очередь она вышла далеко за пределы самого выставочного павильона даже. То есть очень огромный интерес вызвал у Камышин. И по завершении выставки в Волгограде с 6 по 10 апреля экспозиция переезжает в город Урюпинск, столицу нашей провинции российской. Там тоже с очень большим интересом и желанием ждут этой выставки. И жители города Урюпинска, Урюпинского района и соседних, конечно же, районов, которые к нему прилегают, а там и Воронежская область рядышком, то также смогут посетить выставку столицы православной, там она будет называться Урюпинска православная, хвали имя Господне. Также там будет экспозиция в книжной выставке форума «Радость слова» и также там будет ковчег с частицей мощей Пантелеймона. В этом году выставка, скажем, уже выходит за пределы областного центра нашего города Волгограда и уже выезжает в районы. Волгограда и урвай Максим fungerện. Волгограда и урвай Максима, урвай Максим. Настоящий? Тёпленький? Здорово. А где петуха? Спит. Что? Чтобы приложить ребёнка к иконе Пантелеймона-Сцелителя, вообще к иконкам ко всем приложить. Мы уже не первый раз посещаем эту выставку, уже на протяжении, наверное, двух лет, каждый год мы приходим, прикладываемся к иконочкам. И вот шли, по выставке видели, вот такой вот уголок хороший. Ребёнку очень понравились кролики, погладила их. Да, решил себе их забрать даже. Всё очень понравилось. Придём вот 8 мая, ещё выставка, там спектакль будет, да. Придём, обязательно посидим с ребёнком. Здоровенький ребёнок, чтобы всё было у нас хорошо, счастливый был. Мы всегда, мы причащаемся очень часто с ребёночком, ходим в церковь, на службы, стоим, молимся вместе. Ну, хочется, чтобы мамочки молодые, с маленькими ребятишками приходили обязательно на эту православную выставку, чтобы прикладывались к иконочкам, потому что всё это очень хорошо. Хотелось бы, чтобы почаще все устраивали вообще такие выставки замечательные. Нам очень нравится. Сейчас, сейчас. Ну, вот, наверное, уже на протяжении двух-трёх лет, сколько она устраивается. Осенью, весной, мы каждый год приходим, ходим, смотрим, всё нам нравится. То есть ребёнок с удовольствием прикладывает к иконочкам. У нас практически не болеет ребёнок, то есть очень-очень редко, спокойненький, спит хорошо, кушает хорошо, развивается в соответствии с своим возрастом. Поэтому всё, в принципе, у нас это хорошо, и будем и дальше продолжать приходить на православные выставки. Спасибо. 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 Аминь. Спасибо. 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 Деяния, Бога, Ханниде, Исцелителя. И, богателя всех благ Господа Бога нашего, о великих благодеяниях от Него Тобою нам выкши. Прими, оба милостивно, малое сие молитвенное ублагодарение наше, за инеимы мы, иначе то по достоянию воздать и Тебе, и прочее время жития нашего. Не лиши нас немощных и грешных Твоей помощи и молитвенного ходатайства у Господа Бога нашего. Ему же подавая всякая слава, благодарение и подтворение отцу и сыну и святому Богу, ныне и пресно и во веки веку. Аминь, величай, 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 и мудрость, пресвятая Богородица, спаси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, истинный Бог наш, молитвами причислия Своей Матери, Святый славный и всех ваших апостол, святого великомученика и целебника Бартили Ивана и всех святых помилует и спасет нас, Як благ и человеку любяем, величкаем, тя страстно терпчем, Великомучениче и целителю Пантеи Моге, Ищем честная страдания Твоя, Я же за Христа претерпел, еси. Мальчиков крестоносцев, спустя 800 лет, эта угроза только уже с фашистскими крестами, вновь пришла на нашу землю Сталинградская битва, которая стала предоставить словами нашим гостям, Преосвященнейший Владыка. Дорогие отцы, братья, сестры, я впервые присутствую на такой выставке и благодарю Владимиру Митрополиту, что он пригласил сегодня вместе с ним встретить святые мощи великомученика и целителя Пантеи. Такая же выставка скоро состоится у нас в Ивановске, и мы будем с радостью ждать вас. И, конечно, для нас это будет открытие, это будет впервые для тех мест, где находится в городе. Спасибо. Ваше Русское Преосвященство, Андрей Владыка, благодарю за приглашение принять участие в открытии выставки моления у мощей святого великомученика-целителя Патеримана от лица клириков, прихожан Калачевской парки, которые, думаю, и здесь присутствуют, выражаю вам сердечную благодарность. Я думаю, что для жителей клириков, вернее моему помещению парки, тоже очень важно здесь участвовать. Призываю всех, особенно кто здесь живет в Азербайджане, волжан, активно участвовать, приобретать православную литературу, которая здесь поставляется, на пользу свою и своим близким. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, выставку «Радость слова» можно считать открытой. Следите за программой, которая... Дорогие друзья, выставки, 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 выставки. Выставки, 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 выставки. Звучит музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok